32 года прошло с той ночи, когда на четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла катастрофа, масштабы и последствия которой невозможно оценить до сих пор. Во время испытаний турбогенератора специалистам электростанции не удалось остановить реактор. Это привело к взрыву и выбросу радиоактивных веществ, следы которых находили потом по всему северному полушарию. У радиации нет границ. Чаще всего чьи-то недоработки приходится через подвиг, через трагедию, через потери, через боль. И, конечно, необходимо сделать всё, чтобы те катастрофы, те проблемы технические, которые можно предотвратить, они должны быть предотвращены. Все специалисты, работающие с такого рода техникой, с такого рода оборудованием, должны быть высочайшего профиля. Сотни тысяч военных и добровольцев со всего Советского Союза боролись с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Больше 30 из них погибли от облучения в первые месяцы, десятки в последующие годы. Ценой собственного здоровья и жизни они спасли человечество от страшных последствий катастрофы. Валерий Ефремов – дежурный электромонтёр 4-го энергоблока. В ту ночь был дома. Наша смена в ту смену не работала. И нам не досталась первая беда этого взрыва. Работала пятая смена. И поэтому ребята, которые работали в первой смене, ну что я могу сказать, стояли до последнего, до конца. И был такой клич. У нас всегда в народе, в Советском Союзе, был такой клич. Если не мы, то кто же? Первые они были. И первые стояли до конца. Последствия радиоактивного облучения были очень-очень тяжёлые. Эта трагедия навсегда останется в памяти тех, кто в зоне высокой радиации до последнего тушили пожары, эвакуировали население, делали всё возможное, чтобы спасти тысячи людей. Тогда никто не задумывался, что нахождение в радиоактивной зоне для большинства обернётся тяжёлыми заболеваниями. А многим будет стоить жизни. Они выполняли свой долг. Сегодня в Севастополе людей, которые пострадали от воздействия радиации, в различных жизненных ситуациях, где-то около тысячи человек. Это порядка 400 человек ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Севастопольцы возложили цветы и венки к памятнику ликвидаторам и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы и других ядерных аварий. Марина Иванова, Виталий Козловский, Севинформбюро.